Энергия ветра. В Амдерме практически все готово к запуску первой в регионе ветродизельной электростанции. Проект уникальный не только для округа, но и для страны. Комплекс, который сейчас возводят в поселке, единственный в своем роде. Установки изготовили в Китае по чертежам российских специалистов, специально для арктических широт. Ветрогенераторы смогут работать даже при самом сильном шторме. Предполагается, если проект признают успешным, а в этом сегодня никто не сомневается, региону удастся значительно сэкономить на покупке дизельного топлива. Репортаж Олега Катанзийского. Эти установки проделали огромнейший путь. Их сделали в Китае, а сюда, до Амдермы, доставляли через Европу по воде и суше. Вообще для Ненецкого округа, да и для России в целом, проект уникальнейший. Эти ветрогенераторы первые на крайнем севере. Сегодня по плану поднять первую из четырех башен. Сейчас ее подключают к электричеству. Процесс долгий и сложный. Внутри десятки, а то и сотни метров проводов. Дальше установка лопастей. И так с каждой мачты. Когда все будет готово, ветрогенераторы построят в линию. Они будут работать в одной системе с уже существующей дизельной электростанцией. В пробном варианте можно запустить, когда будет готова дизельная электростанция. Вы знаете, сейчас там идет модернизация. Собирает счетовое оборудование, ставит дизеля, ставит новую автоматику. Я думаю, что эти две установки уже будут готовы к запуску, но будут ждать дизельную электростанцию. Как раз, когда они ее наладят, эти две установки должны быть тоже смонтированы. И вот фактически будем запускать все вместе. Все работы займут примерно месяц. Впрочем, сроки напрямую зависят от погоды. При сильном ветре сборка комплекса автоматически прекращается. А так требует инструкция. А вот сами мачты выдержат даже шторм. Минус 40 для них тоже не проблема. Эти установки специально разработали для работы в условиях вечной мерзлоты. Высота этой башни 25 метров. Поднимать ее будут отнюдь не вручную. Задействуют специальные гидронасосы. Рабочему необходимо будет нажать всего лишь одну небольшую кнопку. Если проект признают успешным, а в этом сегодня никто не сомневается, ветрогенераторы для нужд поселка будут вырабатывать в среднем около 50% электроэнергии от общего потребления. Почти вдвое сократятся расходы на покупку топлива. А это, пожалуй, главная цель международного проекта. Мы знаем, что здесь какая у нас сложная логистика, вот этот завоз топлива. Соответственно, предпринимаются разные попытки возобновить те старые забытые источники энергии, которые можно использовать в нужное русло. Проект интересный, который в свое время был забыт, соответственно, разрабатывался на территории именно этого округа. Это остров Вайгач, где была установлена ветряная вышка. Даже в музее есть в городе Наринмаре есть фотография. Поселок Андрома только начало больших планов. В перспективе установка ветропарков как минимум еще в трех населенных пунктах региона. Но это дело времени, уверяют специалисты. Главное, чтобы здесь все прошло успешно. Олег Котанзейский, Дмитрий Лукевич, Андрей Котов. Телеканал «Север» поселок Андрома.